Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я расскажу вам о том, как самостоятельно продвигать сайт на рынке зарубежной недвижимости. Я сегодня расскажу о том, как на большой тематике недвижимости есть еще очень сложная под тематика, зарубежная недвижимость, какие у нее особенности, и что мы с нашей компанией сделали для того, чтобы наш клиент получил как можно быстрее своих клиентов. Для начала расскажу немного о себе. Я представляю компанию Engate. Engate – это Digital Marketing Integraтор. Мы соединяем в себе маркетинговые исследования, диджитал инструменты, а также технологии для того, чтобы наши клиенты находили своих клиентов как можно быстрее во всем мире. И в частности я представляю платформу Ruki. Это автоматизированный сервис по продвижению сайтов, с помощью которого мы и делали продвижение для клиента, который занимается продажей собственности на Северном Кипре. Это мои контакты. На случай, если у вас будут возникать вопросы, в том числе и после моего выступления, вы можете их задать, и я с радостью на все отвечу. Итак, у нас была задача по продвижению сайта по продаже собственности в городах Северного Кипра. Продвигая бизнес по продаже недвижимости в Европе и США, нужно быть готовым к действительно жесткой конференции за каждого клиента и, как следствие, большим бюджетом на рекламу. При этом не каждая компания может позволить себе маркетинговые стратегии за миллион рублей, и что делать, если, например, бюджет очень ограничен. При этом клиенты, покупатели из России, которые покупают недвижимость за рубежом, обычно очень недоверчивые, и они действительно выделяют большое внимание поиску информации в интернете об агентстве недвижимости, о застройщике, о том, качественный ли объект, какая там погода, какие условия, какая инфраструктура. Поэтому необходимо совершать большое количество действий для того, чтобы пользователю всю эту информацию предоставить, держать его внимание и продать ему недвижимость. Каким образом агентству, которое подает недвижимость на Северном Кипре, добиться высоких результатов в поиске, не вкладывая в продвижение миллион рублей. Сегодня я вам об этом расскажу. Небольшая предыстория проекта. Во-первых, наш клиент очень хотел вникать во все то, что происходит. Он хотел сам контролировать все этапы продвижения. При этом он не хотел дожидаться отчетов от подрядчика, долго какую-то информацию получать. Поэтому мы ему предложили воспользоваться нашей системой, нашей платформой автоматизированного управления интернет-рекламой руки, с помощью которой он мог самостоятельно, при необходимости, заказывая все услуги у специалистов, совершать продвижение. Он полностью контролировал время, за которое будет работать, выполненный ход работы, бюджет, который он туда вкладывает. При этом в личном нашем кабинете он мог видеть в режиме онлайн 24 на 7 всю необходимую информацию. Итак, что же, собственно, с помощью нашего сервиса он сделал? Мы это облетли в форму семи рекомендаций, обобщили его действия, масштабировали, чтобы они были полезны, в принципе, любому человеку, который занимается продвижением недвижимости. Давайте посмотрим. Во-первых, безусловно, необходимо определить цели и задачи продвижения. К моменту продвижения компания нашего клиента уже более 20 лет успешно работала на западном рынке недвижимости. Однако, несмотря на огромный опыт в этой тематике и большое количество довольных клиентов, упоминаний о нем все-таки было ничтожно мало. Это его беспокоило. И разумно, что главной его целью и нашей целью, соответственно, стала повысить узнаваемость его бренда, его компании. И после постановки цели мы выбрали следующую стратегию. Мы повышаем видимость по целевым запросам в поисковой системе Яндекс и Гугл, увеличиваем количество упоминаний бренда на тематических площадках, и чтобы упоминание его бренда было положительно либо нейтрально окрашено, то есть работаем с репутацией. Репутация в данной тематике очень важна, потому что, сами понимаете, для того, чтобы осуществить выезд на Кейкор, для того, чтобы посмотреть какой-то объект недвижимости, нужно уже достаточно доверять агентству, для того, чтобы вкладывать деньги в данную поездку. Поэтому репутация и отзывы очень важны. Далее. Прежде чем перейти к продвижению, необходимо провести аудит текущего состояния сайта и только по результатам анализа принимать решение, что делать дальше. Потому что сайт – это основной наш ресурс, на который мы привлекаем пользователей. И если он находится технически либо визуально в каком-то непригодном состоянии, то, конечно же, не имеет смысла привлекать пользователей, пока мы не приведем его в порядок. В нашем случае, после автоматического аудита, который клиент провел в нашем сервисе, он понял, что нужно провести техническую оптимизацию страницей ошибки и наполнить ресурсовым полезным контентом. Он увидел, какие из этих ошибок являются совсем критическими, какие носят рекомендательный характер, после этого составил календарный план по исправлению ошибок самостоятельно и заказал исправление этих ошибок через наш сервис. Работа началась. Клиент, как и хотел изначально, сам план работы составлял, сам лично участвовал во всех этапах и отслеживал. Здесь его потребности и цели были выполнены. Следующий совет, который мы хотели бы дать, это то, что не нужно пренебрегать технической оптимизацией. Без этого этапа продвижения просто невозможно, так как практически все сайты по продаже недвижимости за рубежом являются агрегаторами предложений местных риэлторов, частных объявлений о продаже. И в результате, как правило, база карточек объектов недвижимости постоянно обновляется. Обновляется она с помощью парсинга с других ресурсов. Как правило, это автоматический парсинг с автоматическим же переводом на русский язык. Конечно же, это приводит к ошибкам, к нечитабельным контентам, потому что автоматический перевод порождает чудовищно неграмотные корявые тексты. Но вначале, поэтому наши специалисты проработали техническую составляющую сайта. Здесь перечислены на слайде те работы, которые были сделаны. Это проработка как для поискового робота, для того, чтобы он корректно индексировал наш сайт. Это файлы с сайтмэп, робот, тексты, переработали структуру согласно правилам поисковых систем, ну и для удобства пользователей в том числе, для того, чтобы было удобно переходить. Зачистили битые ссылки, которые появляются при обновлении базы объектов. Если вы перемещаете что-то в архив, у вас что-то продано, появляются какие-то новые, необходимо регулярно следить за тем, чтобы ссылок битых не было на сайте. И также исправили ошибки в метатагах, которые были порождены как раз таки автоматическим переводом. И одновременно с технической оптимизацией клиент создал новые карточки на сайте и разводящие страницы под актуальные запросы пользователей. Далее. Что еще было необходимо сделать? Создать вовлекающий контент. Зачем это нужно? Ранее я уже говорила о том, что пользователи, когда решают, где им купить недвижимость за рубежом, они выбирают не только сам объект недвижимости как таковой, но и, в принципе, окружающий мир. Это и погодные условия, инфраструктура, это история страны и города, в частности, которым приобретается недвижимость. Поэтому, чтобы привлечь больше пользователей по целевым тематическим запросам, мы решили создать такой раздел статей с публикациями о истории Северного Кипра, праздниках, традициях, менталитете местных жителей, погода в разных сезонах, летом, зимой, осенью, какие там растут фрукты, ягоды и все что угодно, для того, чтобы, если человек находится на стадии решения, еще не просто купить недвижимость конкретно уже в Северном Кипре, а он еще только выбирает страну, в которой он хочет купить недвижимость, тогда мы таким образом, этим контентом, побуждаем его приобрести недвижимость именно в данной стране и в дальнейшем уже побуждаем его купить именно на нашем сайте. Далее, мы рекомендуем в тематике недвижимость размещать отзывы на площадках. Положительные отзывы играют огромное значение, особенно для людей, которые собираются купить недвижимость за рубежом. У нас за 20 лет у клиента накопилось огромное количество отзывов от довольных покупателей, мы разместили их в математических ресурсах, это значительно повысило узнаваемость бренда. Мы это посмотрели с помощью Яндекс.Метрики, увидели, что брендовый трафик на сайте вырос. Также через Wordstat мы увидели то, что спрос на брендовый запрос растет, на запрос с названием компании. Что еще необходимо? Безусловно, нужно учитывать особенности внешней оптимизации сайтов, помимо внутренних факторов, которые мы непосредственно на сайте исправляем, в такой высококонкурентной тематике, как недвижимость, работа с внешними факторами имеет свои особенности. В первую очередь, это грамотный подбор запросов для продвижения. По данным наших аналитиков, аналитиков сервис-слуги, в данной тематике с момента первого контакта с сайтом и до момента принятия решения о просмотре недвижимости проходит не менее двух месяцев. Допустим, если на примере зарубежной недвижимости человек понимает, что у него есть какие-то вложения, он хочет купить именно недвижимость за рубежом. Далее он начинает выбирать страну. Страну он выбирает по определенным соображениям, конечно же. Все это время он изучает данный вопрос. Потом он определяется с конкретным регионом, с которым он хочет приобрести собственность. И далее он уже смотрит типы собственности. Будет это виллы, апартаменты, квартиры, сколько комнат, сколько ванных комнат, сна, район. Начинаются более детальные поиски. Далее он останавливается на каких-то конкретных уже объектах, нескольких, которые ему понравились. Он начинает советоваться с семьей, с близкими, родными, показывать им эти карточки, обсуждать с ними. Потом он уже финализирует свой выбор. И только после этого происходит первый контакт. Это либо звонок, либо заявка в компанию. Все это время необходимо удерживать внимание потенциального покупателя, иначе велик риск его потерять. Поэтому очень важно включить семантическое ядро фразы различной частотности. Подбирая запросы разной частотности, необходимо ввести по ним пользователя на максимально релевантный, отвечающий на его вопрос страницы. Таких параметров запроса пользователей может быть очень много. И чтобы не плодить страницы, крайне важно, чтобы на сайте был корректно настроен фильтр по таким параметрам, как район, объект, тип его, удаленность от побережья, характеристики объекта, количество жилых комнат, планов, комнат, метраж. И также, допустим, наличие статических страниц с объектами, сгруппированными по одному из перечисленных параметров, если это необходимо или если, допустим, там нет возможности сделать какой-то сложный фильтр. В случае с нашим примером мы ориентировались в первую очередь на коммерческие запросы, Северный Кипр, виллу продажа, недвижимость Северного Кипра, скидки, потому что для привлечения информационного трафика как раз-таки служил раздел статьи, о котором я говорил ранее. Что же касается ссылочной стратегии, безусловно, ссылки низкого качества могут больше навредить сайту, чем помочь. А чтобы закупить хорошие ссылки, это очень кропотливый ручной труд, это необходимо состоятельно их отбирать. Безусловно, это не совсем корректно так делать, поэтому наш клиент с помощью нашего сервиса действительно подобрал авторитетные тематические площадки, договорился о размещении на них ссылок, потому что у нас есть самая большая база поставщиков ссылок, и есть возможность проверить эти ссылки по 61 критерию нашего уникального white-листа и дополнительно еще по 40 параметрам фильтров Check Trust. Таким образом, действительно, данные ссылки являются очень качественными, и такие ссылки помогают в продвижении. Их эффект, я вам покажу позже, действительно, это сыграло свою роль. Далее. Безусловно, после каждого этапа, который мы делаем, нужен анализ. После каждого шага необходимо анализировать сайт, чтобы проверить корректность работы к соответствии с целями продвижения. После технической оптимизации, например, мы провели вторичный аудит, потому что сайт – это живой организм, и каждое изменение, вообще его жизнедеятельность порождает новые какие-то ошибки. Эти ошибки могут быть как технического характера, так и в юзабилити. Поэтому мы проверили еще раз, после того, как мы подобрали запросы, подобрали посадочные, прошло некоторое время. Нет ли показателей отказов высоких с этих страниц? С каких страниц вообще покидают пользователи сайта, сколько времени они там находятся? Как они путешествуют по сайтам? В общем, посмотрели их поведение. Нет ли каких-то элементов, на которые, например, хочется кликнуть, но он не кликабелен? Или наоборот, какой-то блок необходимо переместить, потому что он более удобен пользователю в данном конкретном месте, хочется его видеть. Весь этот анализ постоянно, регулярно, минимум один раз в три месяца должен проводиться, для того, чтобы вы понимали, когда вы движетесь или нет. Также с помощью анализа мы убрали какие-то лишние формы в формах обратной связи, чтобы избыток информации не провоцировал клиента покинуть сайт. Сейчас клиенты все-таки достаточно капризные, они не хотят оставлять много персональной информации о себе, и, как правило, одного телефона достаточно для того, чтобы впоследствии связаться с клиентом, и если у него действительно есть заинтересованность, уточнить всю необходимую информацию. При этом также, если, допустим, клиент хочет общаться не только голосом, но и, например, с помощью текста, бывают разные типы клиентов, необходимо предоставить ему на сайте всю необходимую цепочку коммуникаций для каждого типа. Это и обратный звонок, и формы чатов, и оставить заявку. Все это нужно прорабатывать. Какие результаты мы получили с помощью нашей работы? Напоминаю, у нас на старте было три задачи. Первая была повысить видимость по целевым запросам поисковых системах Яндекса и Гугла. У нас видимость поисковых системах существенно выросла. По некоторым целевым запросам сайт находился раньше за сотни, и сейчас он начал находиться в топовых позициях. Давайте посмотрим более детально. Здесь приведены запросы, которые были у клиента максимально целевыми. И вот, например, мы можем видеть, что «Северный Кипр виллы на море» запрос, он поднялся на 98 пунктов и находится на третьем месте. Точно такая же динамика, как «Виллы на северном Кипре» запрос. И в Яндексе, в Гугле «Купить землю на северном Кипре». Также динамика 82 пункта. Раньше находился за сотни этот запрос, сейчас он там на 19 месте. Это что касается динамики по запросам, которые мы получили. Вторая задача у нас была увеличить количество упоминаний бренда на тематических площадках. И здесь с помощью модуля управления репутацией на сервисе есть такой модуль, мы активно поддерживали положительный образ компании на рынке, размещая отзывы, которые нам предоставлял клиент на тематических площадках. И в результате в сети раньше не было ни одного упоминания о компании, сейчас более 400 одобренных отзывов в данном агентстве недвижимости на 52 площадках. Вот как росло количество упоминаний по датам. И третья задача у нас была – работать с репутацией. Клиент продолжает работать с нами до сих пор, он продолжает размещать отзывы о своей компании, и он у себя внутри создал поощрительную систему для того, чтобы клиенты, которые у него осуществили покупку через сайт, они потом оставляли свой отзыв за бонусы определенные для того, чтобы количество отзывов росло. Эти отзывы были максимально естественные, честные от тех клиентов, которые действительно покупали у него, и им есть что рассказать о своих последствиях. Вот что сам клиент говорит о этом проекте, об этом кейсе. Он действительно работает с нами более двух лет уже. И что самое приятное для нас, то, что помимо данного проекта, он доверил нам также еще несколько своих сайтов, уже с другой тематики, не в недвижимости, и мы также успешно и платформно работаем с ним дальше по всем тем направлениям бизнеса, которые у него сейчас есть. Вот такой у нас получился кейс. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте еще раз верну слайд с контактами. Это контакты нашего сервиса. И также вы можете задавать вопросы, как на эту почту и этот телефон, также и на почту, либо в любом удобном для вас мессенджере. На все вопросы я буду отвечать. Было очень приятно рассказать вам о нашем опыте работы с недвижимостью. Спасибо. Продолжение следует...